здрасьте мы начали да все место что итак мы начинаем наш очередной вебинар по си плюс плюс на этот раз уже третья часть те кто не видел первые две они есть где-то на ю тубе они есть на сайте яшка можете открывать смотреть будет интересно мы раньше познакомились с самыми основами си плюс плюс сейчас мы с вами чуть глубже опустимся и узнаем что такое массивы и что такое строки также как с ними работать еще так какой у нас на сегодня план узнаем как определить массив что такое двумерный массив естественные есть операции для работы с массивами как отсортировать массив и изучим строки как массивы символов собственно перейдем потом к строкам узнаем что такое строка как ввести и вывести строку на экран как определить ее размер как сравнить строки знаем страшное слово конкатенация также как осуществить поиск по строк а вы тут можете видеть эти странные цифры 11 и 12 числа это говорит том что вот мы уже как бы 10 минтов прошли но опять же кто не увидел обращайтесь на youtube и смотрите там наши ролики или на сайте лишь итак начнем 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 мы с массива что такое массив это какой-то участок памяти котором может храниться несколько последовательных значений а здесь вот вы видите простейший пример работы с массивом тут сразу вот не несколько операций даны давайте посмотрим самого самого начала как для начала определить массив и так вот первое то что вы видите сверху это у нас идет определение массива я уже могу рисовать вот сверху вы увидели определение массива это простейший одномерный массив вот именно так он определяется на языке си плюс плюс запустили программу внутри написали интер и квадратные скобочки там написали какое-то число что это вот это за число десяточка это вы же наслышите хотя бы изображение у всех есть но то остальные могут что-нибудь написать да мы видим все прекрасно у всех есть изображение хорошо и так что такое 10 10 10 это размер этого одномерного массива то есть вот размер 10 ну вот видите александр усилий нумерация элементов в этом массиве будет от 0 до 9 это очень важный момент некоторые думают что если 10 означает что там есть десятый элемент да там есть десятый элемент но у него номер 9 потому что нумерация с нуля то есть если вы будете обращаться к этому массиву ну ладно это дальше чуть будет по поводу обращения там следующий слайд и так здесь мы увидели как определить одномерный массив идем дальше помимо того что просто определить массив можем про определить определить миссис и сразу его про инициализирован вот как здесь сделано мы здесь его определили и сразу задали ему какие-то начальные значения если этого не делать нам придется потом вручную может быть случайно образом может с помощью цикла задавать значение всех элементов массива здесь вот мы их сразу определили то есть для каждого из элементов массива есть какое-то значение 0 1 2 3 ручки нет 0 1 2 для трех элементов массива задали три значения так как тут ровно три значения то на самом деле тройку писать не обязательно как видите ее можно опустить вот тут можно не какой цифры не писать числа просто ставить пустые скобки и когда количество элементов массива определиться по тому сколько мы написали элементов списке инициализации если мы допишем еще один элемент поставить запятую напишем троечку то этих элементов станет на один больше вроде понятно если мы вот здесь вот поставим запятую допишем троечку то будет ошибка так делать нельзя потому что здесь мы проинициализировали ровно три или нет а значит и должно быть значит дописывать еще один элемент нельзя так вовсе инициализация мы сила понятно с определением понятно давайте будем задавать значение элемента есть мы их не проинициализировалиalnzone то есть если мы определили миссии финна вот таким вот образом просто без инициализации так в основном не делают потом как же дале момент насела вот так вот обращаемся к массиву, пишем название массива, которое мы определили раньше. Оно может быть абсолютно любое. То есть вы тут написали int array, могли написать int Вася, int Петя. Вот какое имя вы здесь использовали, так же к нему мы обращаемся. Нолик означает, что мы обращаемся к нулевому элементу массива. Если у вас был определен array 10, то есть массив из 10 элементов, к 10 обращаться вы не можете. То есть писать здесь 10, нельзя. Максимальное значение, которое вы можете здесь написать, это будет 9 для array 10. Так, ну вот дальше пишем присвоить и собственно значение, которое мы хотим присвоить для этого элемента. Если мы не хотим задавать массив в программе непрограммным образом, хотим задать его с клавиатуры. Можно использовать sin и вот такой вот значочек меньше-меньше. sin переводится как console input, то есть ввод с клавиатуры. Это позволяет нам соответственно вводить значение массива с клавиатуры, но и дальше пишем то, куда мы будем записывать наше значение. sin не будет работать сам по себе. Для того, чтобы он заработал, нужно подключить include your stream и юзерные спс стд. Если вы не подключите юзерные спс стд, тогда нужно будет писать, давайте, как тут, оп, о, все, нужно будет писать тогда вот так, std, std, двоеточие, двоеточие, sin, чтобы каждый раз не изгаляться, таким образом нужно дописать вот эту строчку, юзерные спс стд. Если ее нет, тогда нужно вот это писать. Если есть, тогда вот это писать уже не будет. Намного удобнее. А вот include your stream можно написать в любом случае, чтобы пользоваться си. Поехали дальше. О, кто там что-то печатает. Интересно, интересно. Итак, это мы задавали значение по одному. Если у нас есть массив и там много элементов, скорее всего, нам нужно использовать для задания массива цикл. Как мы это будем делать? Ну, вот обычный цикл for. Обычно он как раз используется без задания элементов. А вот скобочка одна, скобочка вторая и в цикле мы задаем значение элементов. Очень похоже на то, что мы писали раньше. Только здесь у нас появилась буковка и вместо 0, 1, 2, 3 это, соответственно, значение, которое у нас в цикле меняется от 0 до n. Каждый раз шагом на единичку. Меняется и вот мы его записываем. Чтобы было понятно, какое значение мы сейчас задаем, мы еще вводим подсказку. сяло там. Тут нам выводится в квадратных скобчиках нолик, 1, 2, 3 и так далее. Чтобы мы понимали, что мы записываем первое значение массива, второе, третье и так далее. Очень часто, когда приводят кусок кода по поводу заполнения массива и так далее, вот здесь сразу пишут какое-то число вместо n. 10, 9, 8, 7. Это неправильно. Естественно, тут должна быть константа. И константа это должна задаваться раньше. Вот так вот. Констинт не обязательно н, но обычно для обозначения константы массива используют что-то такое типа н, н, н обычно, когда у вас двумерные массивы. Дальше мы эту н прописываем вот здесь и, соответственно, вот здесь. Если писать сразу и здесь десяточку, и здесь десяточку, вот тут вместо н написать 10, сейчас затру ее, то это будет не очень хорошо, потому что это будет так называемое магическое число. И потом, если мы захотим поменять это число на 100, на 99, нам нужно будет исправлять в двух местах наш код. А если мы будем использовать константу n, то только в одном месте. Вот здесь вот дописали сотенку и все. И будет программа работать корректно. То есть всегда используйте константы для определения размера статического массива. Сейчас, да, мы говорим только о статическом массиве, чуть позже поговорим о других типах массивов. С заданием значение массива в цикле понятно с клавиатурой. Я надеюсь, вопросов нет. Идемте дальше. Наверное, нам нужно вывести массив, который мы получили. Ну, это существует схожим образом. Для этого используется cout и дальше собственно сам элемент массива, который мы хотим ввести. Очень важно, что если вы просто будете делать cout array аиты, то они будут все сливаться в одно какое-то бесконечно большое число. Поэтому нужно в конце написать вот такой вот пробельчик или вместо вот этого можно было написать handle. Если вы напишите handle, тогда каждый элемент массива будет выводиться с новой строки. Ну, а в данном случае они будут выводиться через пробел. Ну, и в конце cout handle вот для красоты как раз, чтобы перешло на новую строчку. И system pause, чтобы остановить вывод на экран. Если вы будете запускать без system pause вашу программу, то ваша программа запустится, выполнится и сразу же закроется. Или можно было ее, конечно, запускать по control F5 и тогда программа будет оставлять какой-то текст на экране. Ну, так как не все об этом знают, запускают программу и сразу же закрылась. Выявила, не выявила, непонятно. Поэтому system pause очень полезная строчка. Если вы хотите что-то пояснить людям, например, написать seout, ваш массив такой-то, то опять же, вместо этого текста мы получим какие-то странные кракозябры, потому что тут у нас кириллические символы используются. Чтобы они отображались нормально в консоли, нам нужно подключить вот эту вот строчку. setlokale, lc all russian. Конечно, можно использовать более простой вариант, тут написать нолик и тут написать в кавычках просто пустую строчку и все. Но это в том случае, если у вас установлен русский язык по умолчению для Windows. Поэтому лучше использовать такой полный вариант написания. Идемте дальше. если мы все это соберем в одну программу все вместе с копом, то получится вот такая небольшая программа, которая позволяет вам работать с массивами. Что мы здесь видим? Подключение библиотеки, ввода-вывода, include your stream. Дальше мы видим using spaces для того, чтобы мы могли работать с сином и сиаутом. Без этого они не будут работать. Потом определение размера массива 5 символов. Тут, соответственно, меняем 15, 20, какой угодно ставим размер и сразу же меняется весь код нашей программы, но только в одном месте. Подключение русского языка, хотя вот здесь он, например, не используется никак, так что в данном случае можете эту строчку убрать, но если в дальнейшем хотите подключить русский язык, то строчка пригодится. Собственно, объявление нашего массива. Дальше цикл для того, чтобы заполнить все элементы массива с клавиатуры и следующий цикл для того, чтобы их вывести. Но потом задержка ввода на экран и перевод курсора. Вот такая небольшая программка, которая позволяет работать с массивами. Самая простенькая, самая банальная. И, соответственно, практически все, что необходимо для работы со статическим массивом, вот в ней есть. но задавать массив с клавиатуры, особенно если там очень-очень много цифр, очень неудобно. Опять же, если вы тестируете программу, намного удобнее пользоваться случайными числами. Для того, чтобы воспользоваться случайными числами, нужно проделать несколько определенных манипуляций. первое, что интересно вам наработает, это узнаем, какое максимальное случайное число можем получить. вся от roundmax, есть такая константа roundmax, в ней лежит максимальное число, это 32 67 если не изменяет рамки. Дальше вы можете получить какое-то случайное число. Это случайное число будет генерироваться в этом распределе от 0 до 32 767 в этом пределе сгенерируется случайное число и вы увидите на экран. Единственная проблема, что если вы будете использовать функцию round, она всегда будет возвращать какое-то случайное, но одинаковое число. То есть предположим сгенерировала и вывела вам на экран число 7. Запустите программу еще раз, он снова видит 7 7 7 7 Чтобы этого не происходило, нам нужно подключить вот эту функцию srent это автоматическая рандомизация. Благодаря этому у нас не каждый раз будет одинаковое случайное число, а все-таки случайное случайное число, потому что мы здесь получаем время. Для того, чтобы это все работало, нам нужно подключить include ostream, ctime и уже известные нам на espace std. ну, собственно, все, что необходимо для работы с случайными числами. Вот как оно будет работать. Предположим, у нас есть элемент массива, который мы хотим задать случайное значение. Пишем присвоить rent и таким образом получаем для этого элемента массива какой-то из вот этих чисел. если мы напишем вот такую вот конструкцию rent процент 10, то получим числа от 0 до 9. Помните, что делает процент 10? Возвращает остаток от никто мне не хочет подсказать. Возвращает остаток отделения на 10. То есть, предположим, у вас есть число тоже наше 7. Остаток отделения 7 на 10 будет 7. Предположим, у нас число 74. Остаток отделения на 10 будет 5. 4. Вот какой активный чат, как много всего написал. Ладно, это то, как работает процент возвращает остаток отделения. Идем дальше. Если нам кто-то что-то начал писать отлично, спасибо, Лена. Так, если нам нужно получить значение не от нуля, потому что здесь, как видите, тут от нуля значение, тут от нуля значение и до того значения, которое мы напишем здесь. Если написали здесь 10, получим 9. Напишем здесь 11, получим, вы не поверите, до 10. Тогда. Вот. Если мы хотим, чтобы значение стартовали не с нуля, не от нуля, а от кого-то другого числа, то его здесь и напишем. Пишем здесь единичку, получаем единичку, напишем семерочку, получим, что значение от 7 до 10. Вот. Вот, собственно, и все. Разобрались, как работает, но давайте тогда попробуем с вами практическое задание сделать, Тут сейчас оно, как в общем, оно теперь выглядит заполнение массива случайными числами у этого на экран. Все вместе. Наша программа улинка. Вот, собственно, наш код, который нас интересует получение случайных чисел. Здесь, как вы видите, очень интересно, нету работы с C-Time. Здесь вместо этого используются и длительный мейтинг. Оно включает в себя C-Time, поэтому его можно использовать. Опять же, эта библиотека нужна, чтобы с этого хорошо работала. Что такое C-Time? Это вывод в определенных рамках. То есть будет два... Это великолепно. Это означает, что будет занимать два символа. Выведено, наверное, число. Так, ну давайте попробуем написать от нуля до 99. Ну, там, array присвоить, а дальше мы пишем что? Rent. Rent. Скобочка открывается, скобочка закрывается, процентик. Я надеюсь, что вы мне сейчас напишите в чатик. Я пока еще видел, только процент дописал. и какое мы здесь пишем число. Число, да, я правильно писал число. Оп, оп, давайте. Ну, 88. Александр, почему? Если нам нужно 99, напишем 88. 98. Уже лучше, уже лучше, но нет, не в ту сторону вы начали добавлять или убавлять. Давайте посмотрим еще раз сюда. Если нужно было от нуля до 9, писали rent10. То есть, тут нужно написать rent. Смотрите, приходится опять писать, поэтому я вам даю еще попытку. Рент, процент и Александр возьму третья попытка. Пять. О, отлично. Третья попытка у Александра получилась. Так, с первым справились с заданием, со вторым. Кто может мне помочь со вторым заданием? От минус 99 до нуля. Это что нужно писать? Помните, мы с вами о, или мы писали, что первое число, которое мы напишем, оно и будет от минус 99 до а шо ж потом писать? Плюс rent, ой, ту скобки забыл. Процент 1. Ну, давайте считать. Rent, процент 1 всегда будет возвращать нам нолик, и тут будет сюда минус 99. Да? Не очень хорошо. Может быть, можно сделать проще, да? Можно писать не минус 99 плюс rent, а можно попробовать написать что-то другое. вот что возвращало вот это вот? Возвращало от 0 до 99, правда же? А может быть, можно просто это все взять и умножить на минус 1? Правда же? Ладно, сложно было. Ну, давайте вот это попробуем написать. Вот 5 до 9. Но тут уже полностью пишите. тяжело, согласен. Ну, вот это вот от 0 до 99 у нас уже есть. Рент процент 100. давайте напишем ну, если мы напишем 5 плюс rent процент ой, скобочки забыл, скобочки процент ну, как вы думаете, что я здесь должен написать? 4. А тут мы писали 100 и получили до 99. 5. 5 плюс 4 это как раз будет 9. Наверное, нужно Александр чуть побольше. Переборщил, переборщил. Рент процент 10 будет возвращать нам от 0 до 9. То есть получим мы числа, какие? Ну, можем получить 0. 0 плюс 5 будет 5. 9 плюс 5 от 0 до 14. Да, Василий, вы правы. Тут нужно написать пятерочку. Ладно, практически издание весел, вот можете два оставшихся взять себе на дом. Попробуйте. Это интересно. Ну, ладно, вроде бы разобрались, как с случайными числами работать, как получать какие-то определенные диапазоны. Ну, в основном достаточно вот рент процент 10. Процент Ладно, слышно же меня. Так, все, идемте дальше. Да, там у вас сверху все программы писали, писали, вот, include your stream, your mapping, там нету почему-то строчки, вот эта страшная она практически есть, которую вы пишете на visual studio. Лена, у Василия был правильно ответ, пятерочку там написано, вот, stdfx, так вот, для того, чтобы этот файл не подключали, не писали всегда вверху программа, решеточка, include stdfx, include, о боже, то мы, последний, это по-последнему задание, я даже не знаю, что там, надо посмотреть, include stdfx, ну, в общем, вот это вот, stdfx, чтобы этого не писать, вот этой жуткой строчки, боже, как я ужасно пишу, достаточно зайти в свойства проекта, правой кнопкой нажать на проекте, как он у вас там называется, потом зайти в свойства, оп, в свойства, в свойства, потом зайти в C++, предварительно компилированной заколновки, не использовать, тогда у вас не будет, не будет необходимости использовать этот файл, ну, это если хотите, потому что его здесь в наших программах нету, если вдруг у вас будет выпадать ошибка, что у вас нет этого файла, это потому что вы можете включить, иногда бывают такие ситуации, что вы не знаете, какой размер массива, ну, хотя на самом деле ничего сложного нет, вот он, видите, entry свой 3, на он ключе, размер массива равен 3, его можно будет как-то посчитать. Первое, давайте узнаем, какого размера будет наш массив, сколько байт в памяти он будет заниматься, вот так вот, очень просто это делается, size of v, то есть, v это наш массив, его имя, n это его размер, размер в байтах, это будет по факту, 3 умноженное на размер типа x, ну, скорее всего, скорее всего, это зависит от компилятора, это будет 4 байта памяти, в данном случае наш массив будет занимать 12 байт памяти, вот, если потом мы будем делить 12 на 4, как ни странно, мы получим наше 3, это и будет, собственно, количество элементов, которые вот тут вот написано в переменной n, вот, это такие простенькие манипуляции с массивом, сколько он весит, и сколько там элементов, двумерный массив, очень часто вместо одномерного массива, который мы только что с вами рассматривали, используется двумерный массив, для двумерного массива скобочек становится, вы не представляете, в два раза больше, если раньше у нас была просто одна, одна, одна пара квадратных скобочек, то теперь их две, одна из них определяет количество строк, другая, количество столбцов в вашем массиве, первая строчка, естественно, тип данных, а в том, как зовут массив, первая строчка, первое слово, вот, например, можно использовать и для шахмат, и для шашек этот массив, или для игры морской бой, тысячи разных применений, очень часто используют двумерный массив, или его еще называют матрицей, помимо двумерных, вы можете использовать трехмерные, четырехмерные, пятимерные массивы, но, в основном, чаще всего используются одно- и двухмерные массивы данных, вот так вот можно объявить двумерный массив с инициализацией, а вот так, собственно, справа вы видите, как двумерный массив выглядит, какие значения нигде лежат, то есть, если значение элемента 1,0, это вот здесь оно лежит, 0,1, это вот здесь, как его можно проинициализировать, вот так вот очень просто двумерный массив инициализируется, можно это, конечно, все написать в одну строчку, но так более симпатично, потому что здесь 10 строчек и 2 столбца, вот так мы проинициализировали двумерный массив, для красоты можно еще применять вот такие вот фигурные скобочки для каждой комбинации пар, так будет более наглядно, можно это опустить, в принципе, работать все равно будет корректно. Этот двумерный массив сразу с его инициализации. О, мы затронули в сложную тему динамический массив, то есть, до этого мы говорили о статических массивах, простеньких, просмотрели обычный одномерный массив, потом изучили двумерный массив, сейчас очень-очень коротко поговорим о динамических массивах. Дело в том, что массив, который мы с вами до этого рассматривали, статический массив, его размер задается заранее в программе. Вот с помощью константы мы определяем размер массива. И дальше в программе он никак меняться не будет. Однако, наверное, некоторые из вас хотели бы сделать так, чтобы размер массива определялся прямо в программе. взяли, указали, создали переменную N, где бы ухранить размер массива, потом узнали у пользователя, какой он хочет, чтобы массив был, и, собственно, его создаем. К сожалению, вот этот код, он не откомпилируется, это некое крикное, неправильное код. Для того, чтобы работать с массивом, размер которого определяется динамически, в такой массиве называется динамическим, нам нужно использовать указатели. Вот таким жутким образом это выглядит, но изучение указателей немножко выходит за рамки данного вебинара, я просто говорю, что есть такая возможность, если хотите, чтобы массив менялся в размерах, нужно использовать указатели. И такая штука называется динамический массив. Но сегодня мы еще с вами посмотрим еще один слайдик по поводу динамических массивов, где они используются, и на этом мы закончим. Итак, где используются динамические массивы? Когда мы заранее не знаем, какой будет размер массива. Для того, чтобы использовать динамический массив, нам нужно будет ввести его размер, потом выделить память для этого массива, соответственно, заполнить необходимые элементы, если мы хотим, например, его сортировать, а потом мы его удаляем. Вот так выглядит удаление динамического массива. Делит квадратные скобочки и потом имя нашего динамического массива. Главное, очень важно не забывать про вот эти динамические скобки, квадратные скобки, потому что если вы их не напишите, то вы массив не удалите из памяти. Ну, а вот собственно выделение памяти под динамический массив. Но еще раз подрежит немножко выходит за рамки сегодняшнего вебинара. Просто знайте, что есть такие массивы, если что, вот как примерно ими пользоваться. Потому что для того, чтобы понимать, что такой динамический массив, нужно понимать, что такое указатель. Главное, это тот массив, который динамический может изменять свои размеры. Так, все, закончились динамическими массивами. Давайте познакомиться с последним типом массивов, это символьные массивы. Вот здесь вы можете увидеть, как обращаться и задавать значения для массива из символов. Вот это обычный символьный массив из шести символов. Вот так мы его определили. Вместо такого определения мы могли использовать вот такой вариант. Однако, если мы используем такой вариант посимвольно определяем, необходимо также указывать последний нуль символ, указывает длину, длину, конец нашей строки. Символ это конец нашей строки. Вот он обязательно должен присутствовать здесь, таким образом определяем символьный массив. Собственно, изучив символьный массив, мы можем плавно перейти к изучению строк. Строки в C и C плюс плюс бывают трех видов того, пока стена познакомимся. Итак, строки в C плюс плюс могут быть массивом символов или строкой в стиле C плюс плюс. Начнем мы строк в стиле C, это обычный массив символов, определяется вот так, как мы уже с вами только что изучили, чар, стр, количество символов, вместо стр вы можете использовать все, что вы хотите, Вася, Петя, Маша, А, Б и так далее, но желательно конечно давать осознанно переменным, не слушайте меня, вот эти все, Маша, Петя, Вася, и так далее. Чар это тип данных, чар это символьный тип данных, здесь 10 это размер нашего массива, стр, это имя нашего массива, в данном случае это уже будет строка. Так, в чар 10 поместится именно 9 символов, а 10 будет терминатор. Итак, если мы хотим задавать массив строк, мы можем его вот так сразу взять и пронициализировать. Для того, чтобы его корректно пронициализировать, он должен быть включен в двойные кавычки, если вы напишите просто присвоить, а это не будет работать, необходимо наличие вот этих двойных кавычек. Что еще? В конце отводится обязательно нультерминатор, это нужно учитывать, когда вы создаете строку, то есть тут вот задавать на одно число больше, чем глаз символов. Ну, собственно, все. Ну, вот другой вариант инициализации, который я вам уже показывал. И, опять же, можно не указывать здесь размер, там будет подсчитан автоматически, просто количество символов плюс нулевой символ, что намного удобнее. И, собственно, вот она простенькая программа, которая работает со строками в стиле C. Итак, для начала мы создаем какую-то переменную, эта строка, потом просим пользователя ввести строку, создаем массив из символов и считываем строку в этот массив, пока не будет нажата клавиша Enter. И потом, собственно, выводим нашу первую строчку и вторую строчку на экран. Вот и все. Вот так вот простенько относительно работать со строками в стиле C. Ну вот, давайте практическое задание попробуем сделать. Запрашивает программу вас имя, приветствует вас, выводит его на экран. Что для этого нужно сделать? Берем эту программу за основу, тут пишем вас зовут, да, ну, помним, да, что еще нужно будет русский язык подключить. Вас зовут Ап-зо-ву-со. Вот сюда написал. Дальше вот тут напишем введите ваше имя. Я уже не буду писать. Ужасно выглядит. Введите ваше имя. Дальше сюда получаем имя и, соответственно, выводим вас зовут и потом наши имя. Великолепно. Вот все, все, что необходимо сделать. Ну, опять же, надо не забывать о том, что у нас будет как козябра на экране и нужно будет подключить строчку сетлокейл. Ох, долго ее буду писать, у меня проще его наквасать, она у нас была тут несколько слайдиков раньше. Где-то. 50-40 вот она была. Итак, необходимо обязательно добавить вот эту вот строчку. чтобы у нас все корректно выдело на экранчик. со строчками справились в стиле C. Вроде бы все. Давайте перейдем к тому, какие функции есть для работы со строками в стиле C. Первое, это получение длины этой строки. То есть, если мы хотим узнать, какой длины у нас имя, то закидываем наше имя вот сюда вот. и запускаем функцию strln. Он получает размер строки. strcopy копирует нашу строчку. Если мы хотим копировать не полностью всю строку, а только n символов, то strn copy. Если мы хотим провести конкатенацию, страшное слово, конкатенация, то как объединение, плюсик, сложить одну строчку с другой, скомпоновать, так что из двух строчек получилась одна строчка, то strcad. Если хотим сложить кусочек строки, то strn. Так, с основными функциями справились. Еще одно практическое задание, но на самом деле со строками в стиле C не так уж много людей работает, вот поэтому мы его пропустим, тем более вы все знаете. Пойдем дальше. Итак, копирование строк. strc как я уже говорил, вот она копирует нашу строчку и strn copy копирует кусочек строки. В данном случае копирует 7 символов из строки с 2 в строчку с 3. Ну, в общем-то вроде бы понятно. идем дальше. А если мы если мы хотим сравнивать строки, то для этого используются вот такие вот функции. strcmp сравнивает одну строкой с другой строчкой. Если они коваренты, возвращает 0. Если одна из них, а именно вторая, больше, то возвращает больше 0. И так далее. Это операция сравнивает с учетом регистра. А вот эта операция уже сравнивает без учета регистра. Ну, собственно, вот они сравнения строчек. Если мы захотели понять, является ли введенный нами символ, именно символ, это посимольная еще идет работа, буквой или цифрой, то можно использовать из all нам операцию, тогда если буква или цифра возвращает true. Если это не буква или не цифра, то что это может быть такое. Например, восклицательный знак, вопросительный знак, тидо и так далее. Из альфа это следующая функция, которая возвращает true, если символ является буквой. Из диджит возвращает true, если это цифра. Из лавр, если прописная буковка, из альфа если написано капсом. Так, ну, то переводит символ в верхний регистр, а из пейс определяет пробил или нет. Вот простенькая программа, которая переводит букву, которую вы ввели в верхний верхний, из нижнего верхний регистр. Вот, для этого в данном случае идет вычитание из символа кода 32. Это подходит только для латиницы. Для кириллицы, к сожалению, такой подход не подходит. Нужно использовать какие-то другие подходы. А для латиницы можно вот вот простеньким способом преобразовать из нижнего в верхний регистр. Так, ну, и мы перешли наконец-то к чему-то действительно интересным. Это строки в стиле C++. Те строки, которыми пользуются большая часть людей на свете, те, которые используют C++. На самом деле тип стринг есть практически во всех языках программирования. конечно, работа с ним отличается от языка к языку. Итак, как со строк с типом стринг работать в C++? Для этого используется, во-первых, тип стринг. Вот таким простеньким образом создаются переменные, в которых у нас будут храниться наши строки. Для того, чтобы мы могли работать с типом стринг, нужно прописать include стринг. Собственно, и все. Ну, а дальше getline с использованием сим позволяет записать в переменную а нашу строчку, а потом в переменную b тоже еще нашу строчку. Конкатенация строк выглядит элементарнейшим образом, через плюсик. a присылается значение a плюс b. Теперь у нас переменные a будут лежать сразу две строчки. Сравните, насколько в c++ намного проще работать со строками, чем в c. Если здесь нам для конкатенации строк нужно было писать вот такую замечательную конструкцию или вот такую конструкцию, то в c++ для складывания строк мы используем всего лишь обычный плюс. кого-то может быть смущает вот такое написание. Давайте я напишу в еще более простом варианте. Это a присвоить a плюс b. Это аналогичная запись, потому что там вы видите слева. Так, с конкатенацией строк понятно, с тем, как их создавать, как их получать, записывать данные, тоже понятно. Идем дальше. Для того, чтобы перекинуть данные из строки в стиле C++ в строчку в стиле C, а вот тут мы с вами видим еще один тип строчек в стиле C, это указатель типа chart, иногда строки хранятся и в таких извращенных местах, нужно использовать функцию CSTR, которая как раз возвращает указатель на символ это позволяет обеспечить совместимость между строчками стиля C и строчками стиля C++. Но, опять же, вот этот тип char со звездой мы с вами сегодня изучать не будем, потому что это касается указателей, это темная и страшная тема. Но о том, что такая возможность для работы со строками есть, вам тоже следует знать. Итак, как работать со строчками C++, которые стринги. Здесь для возвращения длины используется метод Lens, который возвращает количество символов строке. Size действует ему аналогично абсолютно. В данном случае длина строки не включает нулевой завершающий символ, это важно. и S. Empty, ну, если S это название строки, если строка называется A, например, то будет A.MT. Если строка STR, то STR. Empty. Возвращай значение true, если строка пустая и false, если строка не пустая. Какие еще есть функции для работы с типом string? Ну, substring не так интересно. Insert вставить под строку, remove удалить какой-то символ или несколько символов, поиск по строке и find first находит первую позицию. Вот здесь find first и find они достаточно похожи. Давайте пойдем дальше. Итак, копирование строк в C осуществляется следующим образом. для этого достаточно просто присвоить значение. Итак, одной строке вы присылаете значение другой строки. И все, таким образом вы взяли и скопировать две строки. Так, есть такая штуковина в C++ как массивы строк. Для того, чтобы создать массив, то же самое, как вы делали и раньше, только здесь вместо типа integer мы используем тип string и получаем соответственно массив строк. а дальше через запятую и в двойных кавычках мы пишем наши строки. Как видите, мы размер не указывали, потому что он может быть определен благодаря тому, сколько у нас элементов есть вообще в массиве. так, идемте дальше. Сортировка массива. Про сортировку рассказывать подробно я не буду, потому что мы с вами уже говорили о сортировке в предыдущих вебинарах. Это, по-моему, был вебинар где-то полгода назад, пусть минус. Можете посмотреть его, там и про пузырьковую сортировку, сортировку вставками, выбором. Я очень-очень подробно рассказывал с примером и на C-шарпи, и на C-плюс-плюс, и девочки показывал, и так далее. Сейчас очень-очень коротко мы про ним пройдемся, потому что сортировка массивов это самое главное, что обычно с массивами делают. Начнем с пузырьковой сортировки, самый простейший метод сортировки. В основном его используют для обучения. Что там происходит в этой сортировке пузырьком? Берется какой-то элемент и как пузыречек поднимается на самый-самый верх стакана. Налили стакан с газировкой, поставили и вот пузырек пошел, 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 пошел. Под пузырьком поднимается элемент массива. Мы берем его с начала или с конца, приколожим с начала элемента и начинаем его переставлять местами. Сравниваем с ближайшим. Если наш элемент больше, чем сосед, то переставляем их местами. Больше, чем сосед, переставляем дальше и так далее. В итоге самый большой элемент оказывается в конце или самый маленький элемент оказывается в конце, зависит от того, как вы настроите эту сортировку. Или наоборот, самый большой оказывается в начале. В любом случае, после первого прохождения цикла самый какой-то элемент оказывается в какой-то из частей массива, либо в конце, либо в начале. Но обычно самый большой в конце. вот ну вот вам я пытался нарисовать стенку как происходит берем первые два элемента сравнили 3 элемент меньше чем семерка мы записываем его во временную переменную потом мы семерку кладем место троечки в итоге у нас и там и там оказывается семерка а тройку складываем на место семерки ему глазом они поменялись местами берем следующие два элемента 7 и 5 7 больше чем пятерка семерка и терка кладется во временную область памяти семерка замест записывается на место пятерки и пятерка записывается на место семерки ну и собственно вас массив стал 3579 это уже отсортированный массив вот так вот мы сортировали массив с помощью пузырьковой сортировки вот есть странные цифры сверху о n квадрат это означает сложность этой сортировки это достаточно большая сложность не самая большая можно еще хуже сделать но не самый лучший ну собственно пузырьковая сортировка реализуется с помощью двух циклов обычно и там идет попарное сравнение элементов вот так выглядит простейший алгоритм пузырьковой сортировки на си плюс плюс два цикла от и по и поет и обмен местами элементами вот наша временная переменная и вот обмен элементами все собственно вот пузырьковой сортировку сортировка выбором плохо подходит для пищи сортированных массивов но для всех остальных и неплохо работает点 сложности нее такая же он квадрат как происходит сортировки здесь у нас есть обработанная часть масива есть необработанная часть мы всего там частьComm imperative обработана она никогда сортироваться не будет и понемножечку обработанную часть массива которая сортирована увеличиваем здесь есть цикл в этом цикле есть еще один цикл то есть похоже да на сортировку пузырьком здесь есть также сравнение элементами но здесь вот добавляется вот такой вот и внутри которого и происходит обмен элементами так следующая сортировка это сортировка вставками как выглядит сортировка вставками это похоже на то как вы раскладываете карты в своей руке то есть вы хотите отсортировать так что у вас лежали тузы слева шестерки справа вы берете карту предположим вас очень медленное восприятие информации вот взяли вы вальта и смотрите так первая карта у вас шестерка нет значит валет должен стоять дальше дальше у вас девятка не валит дальше дальше вас дома а значит вот сюда вставили вальта берем следующую карту и так далее вот как работает сортировка ставку вот алгоритм сортировки вставками точнее в том случае то уже реализации этого алгоритма виде правого года здесь достаточно много комментариев еще раз подробно и рассказать не буду потому что сортировкам посвящен отдельный вебинар кто хочет вы можете его найти 1000 но мне сортировка очень забавное название она предполагает что гномики ходят по вашему саду и сортируют горшки они смотрят на следующие предыдущие судовые горшки если неправильном порядке он шагает на один шажок есть неправильном порядке то шагает наш горшок вперед если нет то меняет местами и шагает назад вот вот такая забавная сортировка гном ну и быстрая сортировка это самое эффективное одна из самых эффективных простись она не самая птичь одна одна из самых эффективных иногда она показывает лучших на даты результат и надо нет эта сортировка предполагает что вы выбираем некоторые портный элемент обычный момент где-то по центру массива и все цифры перекидываем те которые больше этого элемента направо те которые меньше налево от массива вот как мы здесь собственно сделали и теле часть элементов часть элементов сюда потом каждом из этих участков меньшим и большим мы тоже выбираем какой-то опорный элемент вот например цифер q1 и перекидываем элементы которые меньше единички влево который больше справа из цифр 32 снова выбрали опорный момент снова по перекидывали и вот собственно таким образом мы перекидываем все элементы вот как работают быстрые сортировки ну вот таком в расписанном виде понятно ну я надеюсь это конечно сложная штуковина у нее сложность как видите меньше о н лог н то есть она многом быстрее чем любая другая сортировка как она вызывается все плюс плюс очень просто вот таким вот образом сорт потом имя вашего массива а потом собственно сколько в этом сколько в этом из элементов это ваш массив плюс н н в данном случае количество элементов и собственно вот таким быстреньким простым образом мы отсортируем ваш массив ничего не нужно писать никаких длинных алгоритмов это встроенная функция и сортировки массив и потом можем унести массивный к если хотели хотите написать собственную быструю сортировку то будет она выглядит вот таким вот образом чтобы потом запустить функцию на выполнение нужно будет написать вот такой вот вот так ну до того закончить хотел бы еще сказать что для того чтобы работать с массивами не обязательно использовать код вот этот вот форм есть более красивый и замечательный вариант это использование операции для работы с коллекцией давайте прямо сейчас здесь и напишем вот вместо пор и присвоить 0 и меньше бла 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 вот это вот и стираем оп 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 вот до седова и оставим потом установить двое точее двое точее а дальше пишем название на силу а то есть вместо того чтобы использовать вот эту вот штуковину вы можете использовать коллекции но это к сожалению достойно доступно только в сид плюс плюс одиннадцатой версии есть у вас стандарт еще девяносто восьмого года при вы используете комплятор седвис visual studio 98 то вот этот способ не будет работать во всех остальных случаях он уже спокойно заработать так ну да перейдем о чем можно почитать по си плюс плюс тысячи разных сайтов есть собственно там где более-менее хорошие материалы вот пожалуйста вы можете видеть на слайде как к сожалению в уроках ешка си плюс плюс не изучается но там изучается си шарп джава и паскаль и и биси что собственно является базой для изучения любых других языков программирования вот а по си плюс плюс можете прийти по этим ссылкам и почитать там какие дополнительные материалы также есть мои предыдущие два вебинара по си плюс плюс а вот еще был вебинар по сортировкам которые горячо рекомендую всем тем кто хочет освоить сортировки массивов и не только ну есть какие-нибудь вопросики кто-то один печатает больше никто не печатает там что-то еще вот учебник паскал и паси спасибо спасибо у меня там очень много вебинаров уверен что вам какие-нибудь нравится рекомендую еще посмотреть вебинар по скраму он достаточно интересен даже по html есть вебинары вот все вебинары их записи есть на сайте ешка может быть там сбросят ссылочку вот и также и есть ю тубе если вы будете вводить ешка а дальше название какого-нибудь вебинара то вы его сможете о спасибо то что получили ссылочку вот там можете все эти вебинар по классам си плюс плюс не было еще вебинара до был вебинар по основу п в си шарпи вот его вы можете найти где-то по моему может быть не по словам опы может быть по формам но что что-то почему там этом касались вот пока по классам си плюс плюс я бы что в рано еще проводить на поле динар нас пока вот массивы и строки но может быть в этом году мы его и сделаем так как и будут вопросы пожелания предложения вот тот владимир написал по классам си плюс хорошо в течение этого года мы стараемся делать такую еще что-нибудь ну ладно и тогда я с вами буду прощаться мне очень приятно было проводить с вами вебинар я надеюсь вы изучили что-то новое для себя и теперь с этими знаниями можете заниматься тем что создавать и удалять если это динамические массива в си плюс плюс также освоили работу со строками спасибо всем что были с вами хорошего вам дня настроения до свидания